Такие проекты называют проектом мечты. Был участок в 6 гектар в историческом центре Иркутска, на неудобном Косогоре. Старые ветхие дома, криминал, но вместо того, чтобы снести и застроить многоэтажками, городские власти в конце 2000-х решили создать здесь особый исторический квартал. Большую часть инвестиций, почти 6 миллиардов рублей, вложили частные инвесторы. Итог – прогулочная зона с ресторанами, магазинами, музеями. Сотни тысяч туристов в год, две тысячи рабочих мест, миллиарды рублей налогов. И десятки восстановленных памятников архитектуры. Многие барнаульцы слушали это с плохо скрываемой белой завистью. Ведь еще в советское время на улице Анатолия и чуть ниже тоже планировали сделать подобный квартал. Помешала перестройка и нагрянувший капитализм. Но тот же самый капитал, бизнес сегодня, считают многие специалисты, может помочь возродить эту идею, если не здесь, то в каком-то другом месте исторического центра Барнаула. Например, на территории так называемого туристско-рекреационного кластера. Один из авторов «Иркутского чуда», архитектор Елена Григорьева, говорит, здесь вполне могут появиться свои барнаульские исторические кварталы. Но для этого надо придумать, как и зачем должны приходить сюда горожане, а за ними и туристы. Сформировать вот этот вот поток и насытить вот этот вот путь началом, целью, а лучше вообще транзитом. Чтобы этот поток был транзитный. Там, где организован поток, там идет уже спрос на вот те услуги малого бизнеса и крупного бизнеса, которые предлагаются. Ну и вот он становится доходным. Архитектор Александр Дерин говорит, многие профессионалы еще в начале разработки туркластера просили местную власть подумать именно об этом. Их не послушали и зря. Здания, включая сереброплавильный, продолжают ветшать. Улицы практически пусты. Все потому, считает Деринг, что не подумали о главном, об интересах людей. Пример Иркутска четко показывает, успешный проект по комплексному восстановлению исторической части города возможен, только если власть, бизнес и архитектурное сообщество станут работать сообща. И тогда, возможно, и у нас в историческом центре наконец появится свое барнаульское чудо. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.